Временно оккупированный город Олежки после теракта российской армии на Каховской ГЭС оказался в водной ловушке. Город затоплен. О том, происходит ли там эвакуация, почему россияне не дают людям спасаться, поговорим с нашим гостем. Евгений Рыщук, мэр города Олежки, с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот, жители левобережья Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС вынуждены спасаться самостоятельно. Окупанты, получается, просто бросили людей на произвол судьбы. И самая тяжелая ситуация в Олежках, Корсунке и окрестных селах. Накануне глава Олежковской ВГА Татьяна Гасаненко сообщила следующее, я процитирую. В городе гуманитарная катастрофа. Люди сидят на крышах своих домов без воды и еды. 80% Олежек затоплено. Самостоятельно выехать невозможно. Окупанты не пропускают и автомобили. Дороги перекрыты. Что известно о ситуации в городе сегодня? Как она изменилась? Ну, во-первых, ситуация, слава богу, изменилась в лучшую сторону в плане самого подтопления. Потому что где-то в час ночи вода перестала прибывать. Есть уже информация по разным населенным пунктам громады нашей, что вода потихонечку, там небольшими темпами, но потихоньку начала уже убывать. Это уже радует. И, судя с того, я смотрел фотографии города Новая Каховка, там, где было видео двухдневной давности, когда там лебеди в центре города плавали. То сегодня там уже в центре города воды нет. И мы надеемся, что так будет и у нас. К сожалению, в двое суток многие жители города ночевали на крышах своих домов, потому что эвакуацию... Уже сегодня вопрос стоял не то, что эвакуацию из города делать, хотя бы эвакуацию из крыши организовать. Так как в свое время оккупанты забрали все плавсредства в население, то в городе практически не осталось лодок. Так, нашли там буквально люди несколько лодок, начали работать по эвакуации. Но при этом российские военные не то, что не помогали, а зачастую даже мешали это делать, потому что были факты и обстрела. Есть у нас, я вчера видел объявление в интернете, что мужчина на лодке выехал помогать людям и пропал. Ни мужчины, ни лодки нет. То есть есть и такие факты. Сами же русские приехали, утром сделали видеоролик, как они там спасают, картинку себе сделали. И вечером мне пришла информация, что были даже факты, что они кое-кого там снимали с крыши. Но я так понял, это было не системно, это они себе там плавали, слово как хорошее для них плавали, да, по территории города. И на свое усмотрение, кого-то снимут, кого-то не снимут, кому-то говорят, ну что ж, ждите, говорят, пока Украина вас спасет. С сельских населенных пунктов не давали, были мне звонки с разных населенных пунктов, что не дают выезжать. Говорят, возвращайтесь, сидите, ждите. Вы же, говорят, ждуны, ждали, вот, говорят, теперь ждите дальше. В общем, ситуация такая довольно серьезная. А скажите, вот то, что оккупанты препятствуют спасению людей на Левом берегу, и подтвердил и уполномоченные Верховной Радой Украины по правам человека. Вот Дмитрий Лубенец отметил, что появлялись сообщения о том, что людей не пропускают на блокпостах, и вот возвращают обратно, вот, у кого нет российского паспорта. И еще, что оккупанты не пускали волонтеров, да, которые хотели помочь людям, не пускали их просто на временно оккупированную территорию. Были такие факты? Ну, ну, так и есть, да, да. Ну, я скажу, что у нас не выпускали и с паспортом, и без паспорта. То есть просто не выпускали, говорили, возвращайтесь, иначе заберем автомобиль. Были такие голые пристани, я вчера общался с людьми, даже были факты обстрела, желающих людям помогать. Потом мне звонили с одной из наших населенных пунктов, Градонский, есть такой населенный пункт, он далеко находится, город, так сказать, он не подтопленный. Но люди ехали, хотели в город поехать, помогать людей спасать. Их на блокпосту остановили, развернули, еще и вдогонку постреляли там над головами. Тем самым показали, чтобы они уезжали. То есть у меня создается впечатление, что они все-таки пытаются создавать свою картинку, как они говорят, что якобы эта Украина взорвала С, и чем больше будет, скажем так, поют. Евгений, пропала связь. Пропала связь. Сейчас попытаемся ее восстановить. И Евгений Рощук, мэр города Олежки, подтвердил ту информацию, что оккупанты не пропускали на оккупированной территории и волонтеров, и не выпускали людей. Да, и получается, что такое впечатление, что они эту картинку рисуют, что якобы Украина взорвала эту ГЭС, и вот чем больше будет постраждавших, тем больше будет, как они любят такую, черные картинки рисовать. Раз. И второе, мы же видели вчера Сосальдо, так его сегодня уже называет, гуляйтер Херсонский. Он же заявил, что проблемы я не вижу, говорит, я тут езжу, воды чуть-чуть, люди гуляют, в магазины ходят, то есть они тем самым, как всегда, черное называют белым, белое называют черным. Да, был такой мэм, где у него уже вода по горло стоит, и сделали уже так. Нет никаких проблем, все спокойно, да. К сожалению, в России она такая, да. У нас сегодня, да, в самом деле проблема с тем, что сейчас люди, которые их спасли, они сейчас централизованно собираются, там, в центре города центр незатопленный, сегодня больница стала тем островом, скажем так, где люди могут найти себе покушать, там, переодеться. Людей очень много уже сходится, уже в больнице не вещают, открыли рядом соседнюю школу, туда люди в школу собирают. Вот, но мы видим, мы видим, что... Мы вас слышим. Евгений, слышите нас? Пропадает связь, да. И хотели еще обсудить вот видео из затопленного города, оно просто шокирует, и хотели... В местных чатах пишут, что есть жертвы среди горожан, которые просто утонули в своих домах. Я думаю, знаешь, что это, наверное, прежде всего, вот, может, пожилые люди, лежачие люди, да. Известно о трех погибших, да, есть пропавшие без вести. Но понятно, понятно, что эти цифры сейчас неточные. Вот эта картинка, да. И жертв, может быть, и больше. И хотелось бы узнать, какие есть данные на сегодняшний день, что известно. Ну, и как знаешь, смотреть на вот эти картинки, говорить о словах этого Сальдо, да. Да, да. Бауляйтера, который говорит, что все в порядке. Да, Евгений, вот мы хотели спросить о жертвах. Была информация, что три человека погибли, да. Несколько людей пропали без вести, с ними нет связи. Это была информация на вчера. Сегодня мы уже знаем, что жертв будет намного больше. Тем более прошли вторые сутки, физиологически утопший человек через двое суток всплывает. То есть уже у нас есть информация, что всплывают тела людей. Потому что люди звонят, говорят, там видели, там. То есть надо собирать. Опять же, чем собирать? Техники нету, ничего нету. Вода очень высокая. То есть тут оккупационная власть, она просто взяла, бросила, все ушла. То есть ни мы не можем зайти там людям помогать, и они ничего не делают. То есть тем самым, я вижу, только все делается для того, чтобы было, ну, еще хуже, скажем так, чтобы было больше погибших, чтобы было больше проблем. Затоплены кладбища, нам негде будет даже сейчас этих людей хоронить. То есть проблем сегодня очень много в городе и в населенных пунктах нашей громады. Скажите, а вот премьер-министр Украины обратился к ведущим международным гуманитарным организациям с просьбой помочь эвакуировать жителей затопленных районов оккупированной Херсонской области. Как вы думаете, вот стоит ли рассчитывать на помощь ООН, Красного Креста? Были ли какие-то обращения от этих международных организаций с желанием приехать, помочь, спасти? Ну, на сегодняшний день я не знаю, какой уровень переговоров идет между областной военной администрацией и этими организациями. В частности, к нам точно никто не обращался с этой целью. Но, как бы, уровень, скажем так, наших должностей не позволяет туда обращаться. Для этого есть, скажем так, офис президента, министерство, которое должны вести переговоры эти. Я уверен, что они ведут. Вопрос, будет ли реакция, вот тут большой вопрос. Да, чтобы оккупанты их пустили тоже еще, знаете, они и волонтеров никого не пускали. Да, уже прошло двое суток, а реакции мы не видим, да, то есть там... Это сильно настораживает и сильно разочаровывает. Хотели с вами посмотреть еще одно видео, на котором воины 406-й бригады, которые воюют вот на южном направлении, коптерам передают воду. Женщине с детьми, которые спасаются от потопа на крыше затопленного дома. И вот это как раз возле Олешек, недалеко. И накануне появилась информация, что семью спасли, и сейчас они в безопасности. Есть ли у вас сейчас, подтверждается ли эта информация? Да, семью спасли, это факт подтверждается. Есть уже даже фото счастливых спасенных людей на правом берегу с представителями полиции. Я лично знаю этих, тех полицейских, которые там рядом сфотографированы с ними. То есть это подтверждается, что это... То есть их еще из оккупации спасли, получается? Да, да, да. Они, конечно, рисковали сильно, потому что русские из города не ушли. Это факт, да. Вода их немножко оттолкнула, но вчера на вечер очень много русских солдат заселилось на этажные дома. Они заселяются дома, потому что все-таки они хотят контролировать ситуацию в городе и вокруг города, скажем так. А у нас есть еще видео, да, как оккупанты убегают из района Олешек на Байдарках. И вы сообщали, что ранее захватчики украли практически все лодки и катера у местных жителей. А вот что известно о передвижении оккупантов в этом районе, да? В каком направлении они бегут от большой воды со своих позиций? Ну, на сегодняшний день они перешли там, где сильное подтопление. У нас часть населенных пунктов 100% затоплены, часть там частично. То есть там, где частично, они там просто перешли на более сухую территорию. Где 100% затоплены, они отходят, опять же, на вторую, скажем так, линию обороны, в лес. Хотя я смотрю, что здесь, ближе к городу, леса тоже уже затоплены. И затоплены их не там спортификационные сооружения, которые они там делали. Вот. Ну, то есть они спасают свою шкуру, отходят на более сухие территории. Спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии, за последнюю информацию. И, конечно же, за вашу работу. Я напомню, Евгений Рещук, мэр города Олежки, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.